МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфиры новины Витебской области. У студии Наталья Байнарович. Витаю вас. Довести товароборот помеж Витебской области и Республикой Казахстан до 1 млрд долларов реально. Такая думка прогучалась сегодня по час официальной встречи старшиней Витебского облаконкама Александра Косинца с надзвичайным полномосным послом Республики Казахстан у Республики Беларусь Ергалей Бульеновым. У яких на керунках будут развиваться взаимоотношения полночных регионов Беларуси и Казахстана, доведались наши корреспонденты. Визит дипломатичной миссии Республики Казахстан на Витебщину начинается с встречи у областным выконавчим комитете. Его старшиня Александр Косинец витая гостей и коротко рассказывая про полночный регион Беларуси, история и сучасность, экономика и культура. Помеж Казахстаном и Беларуси уснуют долгие и тесные взаимоотносяны. Наши краины – партнеры у многих сферах деяности. У той же час товароборот Витебщины с Казахстаном за опушние годы снизился у разы. Если в 2010 году он складал 208 миллионов долларов, то за 8 месяцев бегущего года меньше за 22,5 миллиона долларов. Это очень маленькая личность. Помножить ее можно даже на 50 и 200 до миллиарда, выполненный губернатор. Витебщина могла бы поставлять у Казахстан значные объемы продукции древа-працовки и будавнейших материалов, радиоэлектроники и обудку. Для этого необходимо активнее развивать товаропроводящую сетку, открывать гандлевые домы на территории двух держав. Великую надею Александр Косиниц, ускладая и на перспективу створения суместных предприемств. В Витебской области нет предприятий именно с капиталом Казахстана. Я возлагаю большие надежды, и мы сегодня ведем переговоры. Мы выделили достаточно эффективные площади, трест номер 18, строительный трест города Орша, где хотим вместе с казахскими друзьями производить медную и алюминиевую капельку. С целью последующего получения кабеля и медного, и алюминиевого. У нас есть предприятие «Энергокомплект» «Союзкабель», которое также ищет партнеров по совместному производству данной ситуации. Полностью открыты все возможности для создания таких предприятий. Пропановы губернатора Витебской области затекавили надзвычайных и полномоцных посла Казахстана в Беларуси. В ближайший час ян поавицау организовать визиты представников бизнес-колоу особных регионов Казахстана на Витебщину. Выником таких сустрэч может стать не только установление побратимских односин по Межвородаме, а и подписание погоднению об супрацовнестве в разных сферах. Интерес есть большой именно в создании совместных предприятий в Казахстане. И возможно, как сегодня представитель область полкова говорил, здесь условия будут тоже созданы для создания совместных предприятий. И направления эти широкие. Не только в сельском хозяйстве, в промышленности. Здесь и хорошие возможности для сотрудничества в области здравоохранения, медицины, в области культуры, научных, в научной деятельности тоже большие возможности. После офицейной сустречи у Аблова-Конками надзвычайный и полномоцный посол Казахстана в Беларуси разом с женкой и представниками посольства и консульства накировались у Витебский детячий дом. Тут наладили доброчинную акцию и уручили подарунки мясцовым выхованцам. Дети у свою чаргу организовали для гостей концерт. За всей щиростью и теплой нёй поддяковали за увагу и добрыню. Двухбаковые белорусско-казахские взаимоотносины теперь подноцованные самой мощной пятшаткой, необыяковостью и сердечностью. Вольга Шмаргун, Ярослав Навойков, Новины, Витебск. Колькость очищальных сбудований с каждым годом скорочается. Терминных будовництва оттягиваются. Крыху Бож за 18% у сродку освоено только на реализацию державной программы по водо-забеспечению и водоотвязнению «Чистая вода», якая различена на 2011-2015 годы. Про это ишла размова на посяжении Аблова-Конками. Вы решено усмаснить контроль сбоку кероников районов за узвязнением и реконструкцией объектов. На областную программу «Чистая вода», якая реализуется в области уже третий год, предуглеживалась накеровать коля 720 миллиардов рублей. Стымка по охопить 98% насильництва централизованным водо-забеспечением. За амаль три годы освоены только 18% запланованных сродков. На посяжении Аблова-Конками отзначалось, что не сдавальняючи лядяцы работа по уводу очищальных сбудований у Докшицах, населенных пунктах Чашницкого района, и других регионах в области. И причина тому – отсутность належного финансования. В связи с этим дефицитом финансирования возникла необходимость переброски денежных средств на водные объекты. Для того, чтобы в эксплуатацию ввести в 2013 году, требуется восстановить других невводных объектов 19,6 миллиардов. Из 15 запланированных вводов в текущем году в эксплуатацию объектов один объект уже введен. Это строительство резервуаров чистой воды с реконструкцией станции Бежелезния населенного пункта Купы, Саршанского района. Только на будовництво агульноградских очищальных сбудований у Полоцка потребна каля 200 миллиардов рублёв. Даручина отшукать крыницу финансования. Да и при проведении работ по узведенні систем водной очистки и водоотведения отзначается низкая их якость. А гэта адмовно вплывая на стан окаляющегося родзя. Назирается перевышение нормативу забружевальных речевоу у стековых водах. Установлено 84 случая превышения нормативы допустимых выбросов в 2011-2013 годах. От 1946-2011 годов, 2021-2012, 2017-2013 годов. Применены штрафные санкции на сумму более 46 миллионов рублей. Возмещение вреда, причинённого в окружающей среде, предъявленные претензии на сумму более 537 миллионов рублей. Сбоку у властников таких объектов повинен быть жорсткий контроль. Только так можно будет полепшись ситуацией. Больше того, от керауников на месяцах потребуется не закрывать на гэта воджи. Хотелось бы, чтобы председатели исполкома, комитет управления, доложили, как же всё-таки будем выходить из этого положения, как заканчивать те объекты, которые намечены по воду в текущем году. Никакова перспектива на программу должна быть в любом случае выполнена. Инна Кириленкова, Александр Прыставка, Новины, Витебск. Чистый двор. Правоохонники Витебшины упершине организовали акцию по навязанию парадку на дворовых территориях. С 23 до 30 вересня патрульные нарады и участковые милиционеры взяли дворы под особливый контроль. Стан детячих и спортивных приятцовок, правильная парковка аутотранспорту, надписи на стенах, место сбора особ без постоянного места жихарства. Суместно с дружинниками и сопротивленниками жилево-коммунальной господарки, правоохонники пройдутся по дворах не только у самом центра города, а и в спальных и отталенных районах. Заодно погода расчет с мясовыми жихарами. Выслухайте их за уваги и пожаданиями. На сегодняшний момент, как патрульные наряды, так и участковые выходят сейчас все во вторую смену. Это районы, скажем так, спальные, не центральный улиц город. Проверяется полностью, начиная от порядка, полностью всего, начиная от скамеек, заканчивая детскими площадками, что-то поломано, что-то неправильно сделано. Это первое. Второе, это надписи, которые где-то учреждены, чтобы это все ликвидировать. И самое главное, те места, там, где собираются наши граждане, для употребления алкогольных напитков, чтобы не допускать этого. У нас есть специальное предназначение для этого, питейное заведение. И категория, конечно же, если есть такие лица, бомж, которые будут выявляться, с ними плотворная работа. А также проверка чердачных и подвальных помещений на предмет их закрытия, чтобы туда не было прохода по стороне граждан и так далее. Податковики затекавились репетиторами. Анкетирование прикладно 500 студентов, пешокурсников, 9 ВНУ Витебска. Показало, что 35 студентов корыстались и послугами репетитору при подрыхтовце до поступления у ВНУ. Поравновывучи дадзины и обколькости репетитору, отрыманные у вынику анкетирования с дадзинами обколькости репетиторов, которые денежат легально, специалисты податковой инспекции зарабили в основу, что далеко не все репетиторы платят податки. Мы можем нарисовать портрет типичного репетитора, который выглядит следующим образом. Это преподаватель школы, который осуществляет подготовку двух или трех учеников. Оплата за одно занятие, как правило, составляет порядка 60 тысяч рублей. Ученик, как правило, проводит два или три занятия в неделю. Также хочется отметить еще один немаловажный аспект, который выявило анкетирование. 38% репетиторов принимают оплату за свои услуги в иностранной валюте, что также является административным правонарушением. Хочется напомнить, что для оказания услуг репетиторов не надо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Необходимо только заплатить налог. Сумма налога в городе Витебске, например, составляет 160 тысяч рублей в месяц, в котором осуществляется деятельность. Поэтому мы призываем всех репетиторов, которые осуществляют этот нужный и полезный вид деятельности, легализовать и заплатить налоги. Выпуск новин завершен. Я развитываюсь. Счастливо! Молекулы Кастрол Магнатек притягиваются к деталям двигателя для надежной защиты от износа. Кастрол Магнатек. Защита двигателя с первой секунды пуска. Не замочи репутацию. Выбирай новую формацию. Марка Букс. Надежная защита в непогоду. Надворье учать веру 26 вересня. Умовы надворье на три туры Беларуси будет...